Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики, мои гости и все, кто случайно заглянул ко мне. Я вам всем очень рада. Для новеньких вы находитесь на канале Розалия Геннадия Германия. Мы занимаемся, ищем фарфор, смотрим красивые места, снимаем. В общем, всё красивое в этой жизни, что нас радует, мы снимаем и вам показываем. Вот такой фарфор я купила на блошином рынке. Я думаю, он очень красивый. Он глубоко винтажный, мне так кажется. Я в своём каталоге скала не нашла. Но это Бавария. Сейчас я вам покажу вот такой молочник. Он большой. И такой ситцевый рисунок. А вот такой штемпель. Ещё под номером в тесте, да? Может, кто и знает. Но я ещё и в интернете искала. И не нашла. В общем, такой вот золотом отделанный. И такой скромный рисунок. Но их букетиков много. Ещё немножко овально сделан. Или как это называется. В общем, почему-то он мне приглянулся. И ещё вот эта сахарница замечательная. Посмотрите. Я, конечно, сразу, когда глянула крышечку. Сейчас покажу. Видите, там как... А вот тут как будто он... Я думал, это трещина. А касса эта крышка сделана из двух частей. Видите? А там потом она как бы фарфором там соединили её. Красивый. Под цвета слоновой кости. И вот эти букетики летние. И внутри, и снаружи. Ну, я так спросила мимохода мой у женщин. Там, похоже, две сестры торговали. Что они за это просят? Они говорят, 4 евро. Я так посмотрела, я говорю, 3. Ну, берите за 3. В общем, надо торговаться. Как-то принято всё равно здесь. И это отдали. Но я потом поняла, почему они всё-таки мне отдали. Тут же было 4 вот этих блюдечки. Три. Вот эти чашечки. Ну, теперь маленькая печалька всё-таки была. Сейчас я вам покажу. Вот эта чашечка, она неровно стоит. У неё немножко наперекосяк юбочка. Ну, и вот теперь она у меня такая кривенькая. Это один недостаток. Я вообще не привыкла разглядывать так досконально, да. Хотя на каждых роликах всегда говорят, смотрите внимательно. Ну, ладно. А в этой чашечке где-то трещинка. Вот она, видите сбоку. Ну, ладно. Одна целая, как раз для коллекции. Вот эта. Всё в ней так, как надо. Вот я достала все свои двоечки, что у меня есть. Думаю, кажется, у меня такой был уже в этом. Но это не такой, оказывается. Видите? Тоже похож, да? Но букетики больше под желта. И рисунок немножко другой. И вообще фирма другая, да? Но это не важно. Это важно, что она симпатичная. Сейчас я её ещё блюдечко покажу. Вот такая. Всё равно, если... Я пока их расставляла, путала всё время. Мне казалось, что она такая же. Сейчас я вам быстренько покажу ещё свою коллекцию. Таких же двоечек, разных. И тогда в конце я вам ещё одну интересную находку покажу. Вот я их так расставила, чтобы и так... Они в каких-то ролях проходят. Вот видите, какая красота. Ничего, кроме золота. И это шуман. Это тоже очень уже такая антикварная. Но она... Тоже, видать, стояла в серванте. Непользованная. Я показываю для новеньких. Потому что кто-то у меня смотрел, уже они знают. Вот такая. Смотрите, сколько золота в ней. И очень красиво. Ну, вот блюдечко. Вот это моя самая первая, которая нашлась, когда начала заниматься этим. Даже не заниматься. Нашла её на улице в шпермеле, который выбрасывается. И вот она. Я ничего о ней не знала, не подозревала. Но я её взяла и хранила. И где-то у меня ещё какая-то... У меня тут ещё и не все. Это у меня некоторые... Вот эти у меня троечки есть. Это не... Я только двоечки вам показываю. А есть ещё... Есть ещё для некоторых вот здесь. Примерно вот это... Тут я показываю двойку, да? А вообще есть ещё большая тарелка. Десертная, я имею в виду. И вот это тоже. Это у меня троечка такая. Она прям как солнце, да? Так, что-то я ещё не показала, наверное. Нет, всё. Сейчас я немножко отключусь и покажу вам ещё свою находку. Вот ещё такая конфетница. Или как её назвать? Но она очень красивая. Но она без крышки. Посмотрите, какая красота. Не маленькая. Букетик. Вот эти лапки. Это же входило в ту же серию, где я говорю, что за 3 евро дали. Это тоже было в том числе. Но везде что-то, видите? Тут крышки нет. Там треснутые были. Одна эта и другая кривенькая. Но всё равно очень симпатично всё остальное. Вот, смотрите, золото, да? Ну, немножко оно пошёркалось. За стечением срока лет немножко сошло. Но сама бомбонерка, или как её назвать, да? Вот эти на ножке, вот эти вот лепестки, они очень даже хорошо сохранились. Вот такое клеймо. И номер в тесте, оказывается, это Дания. Производство в Дании. Всегда есть потом сказать, причина сказать. Надо крышку найти, надо ещё раз сходить. Что-то там. И вот так всегда нас куда-то что-то зовёт. Ну вот, мои дорогие. Это всё, что я приобрела. Картина. Она у меня давно стоит тут. Кому интересно, я на фоне этой картины и снимаю. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте счастливы, ищите хорошие вещи, рассказывайте о хороших делах, что у вас дома, что вы вкусного сварили, кто этим занимается, и вообще, чтобы у вас был хороший урожай, хорошее настроение, чтобы был мир на земле, росли счастливыми дети, внуки, и чтобы всё-всё было прекрасно. Пока-пока.